Я решил посвятить этот вечер памяти замечательного музыканта и композитора Игоря Широкова. Лёша, я приглашаю тебя на сцену. Скажи несколько. Давай. Ну, дальше я вручаю тебе образы правильникова. Дорогие друзья, это был Михаил Сапожников, наш большой друг. С Игорем мы сотрудничали, наверное, с 2008 года, или нет, с 2006 года, и наше с ним знакомство и вообще общение было овеяно орелом каких-то непонятных, таких мистических даже вещей, событий. Например, когда мы с ним познакомились, мы должны были играть в Архангельске на фестивале, там замечательный фестиваль, который в следующем году отмечает свое 40-летие. Так на тот момент организатором фестиваля был Владимир Туров, пианист и прекрасный продюсер. К сожалению, он сейчас отошел от дела, уже не ведет фестиваль в Архангельске. Этим занимается Тим Дорофеев. Владимир придумал очень интересный проект с музыкой Игоря Широкова и колоколами. Есть такой достаточно известный звонарь Владимир Петровский, который родом из Архангельска, и он бывший барабанщик. И он себя называет не звонарем, а колоколистом. То есть он, помимо того, что находится в этом необъятном большом поле звонарей, участвует в разных фестивалях и прочее, именно касаемых звонарного искусства, он еще и много импровизирует, как бывший барабанщик, и очень чувствует хорошо вот эти все разные импровизационные наши полеты. У них с Игорем был проект еще в начале 90-х годов. Игорь, если вы не знаете, он родом из Новосибирска, он жил долгое время в Москве, но он сотрудничал со многими музыкантами по всему Союзу и даже в Средней Азии тоже выступал и так активно тоже там действовал. Очень интересно то, что он играл, он, наверное, переграл во всех оркестрах, в которых только можно было играть в Москве, но в основном, как мне кажется, он играл у Анатолия Крола в оркестре. И в 80-е годы он организовал очень интересный состав, кажется, это был квартет, квартет Широкого Пищикова. Пописчиков, если вы не знаете, тоже это наш известный колтрейнист. А, кстати, а где картины колтрейны? Забыли поставить? Пока я говорю, можно ставить картину. Тут, вы знаете, ассоциации пошли гулять своим чередом. Дело в том, что мы забыли поставить обычно здесь такие символы находятся, такие девизы, да, в общем, такая... Чуть-чуть ритуальная здесь у нас история. Миша ставит картину, которую называют иконой колтрейна. Да, 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 это... Это баптистская... Что-то такое, да, можно почитать, да, в общем, есть баптистская церковь, которая прославила колтрейна как святого, да. Что касается колтрейна, то вот этот трейн-зен-арт, цикл концертов... Вот Миша сейчас несет трейн-зен-арт, название ее само. Ну ничего, а у нас уже концерты... Уже все, мы уже играем, играем в джаз. Вот Каин пришел. Видите, трейн-зен-арт, это палиндромы. Миша... Миша... Гениальный, конечно, без сомнения. Миша сочинил его под... Не побоюсь этого слова и не хочу показаться каким-то эгоистом, самолюбивым товарищем. Но я вообще занимаюсь палиндромами и комбинаторной поэзией в частности. И так иногда пишу палиндром. Я, Миша, как-то прочитал свой палиндром, в котором я использовал имя, фамилию, Калтрейн. Там что-то было, арт, еще какие-то там слова. А Миша взял и сочинил свой палиндром. И вот получился трейн-зен-арт. Если прочитать из конца до начала, получится то же самое. Значит, трейн-зен-арт. Получается, что этот клуб, этот цикл концертов, или как бы, клуб в клубе, он основан Мишей в честь своего кумира Джона Калтрейна. У Михаила есть все записи Джона Калтрейна, которые существуют только в природе. И вот сейчас новые записи появляются. Конец 40-х годов, например, Калтрейн, плохого качества запись. Записанный, я не знаю, на какой-то там вообще совершенно самопальный рекордер. Запись, Калтрейн играет на пароходе, в каком-то оркестре. Да, Миш? Все есть. Да, и Миш вот это все собирает. Калтрейн на флейте, Калтрейн на фаготе. И вот на разных вот таких инструментах. Вот, собственно, вот это изображение. А все, да, все поставили? Все поставили. Ура. Ура. Значит, состав Широков-Круглов. Широков-Пищников. Широков-Круглов-Куполь. А Пищников, собственно, он и был. И является русским калтрейнистом. И известна тоже известная история, как в 67-м году на фестивале в Таллине решили наши выключить радиотрансляцию, выключить Чарльз Лойда, который выступал тогда на фестивале в Таллине, и включить Александра Пищникова в составе ансамбля Анатолия Икрова. Ну, подумали, что вот, наши тулики, надо включить эту запись. Вместо Лойда. Вообще не пустили. Вообще не пустили, да. Потом пустили. И, значит, и решили включить, ну, вместо Лойда какого-то там, этого самого американца, все такое, наших музыкантов. А Пищников там такое выдал. Прямо в прямом эфире. И что выключили Пищникова. В общем, это наш колтрейнист Пищников. Мне, кстати, тоже довелось с Пищниковым немножко поиграть. Здесь был такой опыт. Замечательные концерты были. Да. Серия концертов. Это серия концертов. Вот ровно неделю назад здесь Михаил вывешивал свои афиши разных концертов, которые он организовал. А ведь он организует концерты с 60-х годов. Вы представляете? Сначала это был Фестех, ну и так далее. И он перевел две книги, очень важные книги для всех жазменов нашей страны под названием «Kind of Blue. Создание шедевра». И Джон Калтрейн, его жизнь и музыка. Ну ты увлекся, по-моему. Я все теперь дифферамбу пою. Вот я и говорю. Я просто на самом деле, темно время, потому что Настя должна его прийти, и его дочка не приходит. Ну ладно. Значит, Широков играл с Пищниковым, они играли вот такую ладовую музыку, и это было совсем другое, нежели чем он занимался в этих оркестрах, оркестра Кролла там и прочее, Анатолия Кролла. В 89-м году Игорь Широков встретил свою будущую жену Клавдию, ну уже там третью, по-моему, жену. И она сама шведка, и они переехали в Германию и жили в Марбурге. Вот долгое время, ну собственно, почти до конца своей жизни Игорь жил в Марбурге, в прекрасном, чуть ли там, каком-то не средневековом замке. Я в ней оттуда звонил, мы с ним разговаривали. И вот, по сути, с начала 90-х годов, и начинается новый этап в жизни Игоря Широкова, когда он уходит, уходит вот от этих совсем уже стандартных структур и переходит к какой-то мистической, сакральной музыке, может быть, ритуальной музыке даже. Он мне рассказывал о том, что, когда он готовился, когда он сочинял, он внедрял молитву в звук. Представляете, вот такая связь была. И вот в этот 2006 год, Игорь Широков мне звонит, мы с ним должны обсуждать нашу программу с колоколами. Все, мы, значит, обсуждаем. Он говорит, что-то вот Круглов очень знакомая, очень знакомая фамилия какая-то. Да, ну ладно. И мы с ним общаемся 2-3 месяца, вот так вот он мне звонит, раз в неделю. Общаемся, общаемся. А потом он говорит, слушай, а твоего папу как зовут? Я говорю, Владимир. А-а-а, мы с ним вместе сотрудничали в начале 80-х годов тоже в каком-то там, в каких-то клубах, варьете, вместе работали. И мне папа рассказывал тоже про него, тоже, представляете, Игорь Широков, что называется, помимо своей музыки, он же прекрасно играл стандарты, и называли раньше, вот фирмач. Папа мне рассказывал такую историю, он поднимается там, какой-то куда-то и только в ресторан, то ли еще что-то, и слышит, что звучит как Кларк Терри. Прям реальный, настоящий Кларк Терри. Приходит, а это Игорь Широков играет. То есть он был, конечно, всеядным и очень таким разнообразным, действительно широкой души человеком. И мы с ним очень много играли вместе, издали, к сожалению, всего лишь один альбом, но вот надеемся, что издадим скоро еще один. Он был открыт и слову, поэзии. У нас однажды был проект со стихами, который читала Валентина Талызина. Сережа Старостин, наш народник, дед наш выступал с нами тоже пару раз. Вот с колоколами тоже мы играли. Последний раз мы с Игорем сыграли за полгода до его ухода. Я уже, наверное, заговорился, Настя так и не пришла. Думаю, начнем без нее. Итак, я приглашаю своих дорогих друзей. Друзей от наполчан. Это два человека, которые играли вместе с Игорем вот в нашем квартете в разное время. Это Петр Талалай Ударный. Игорь Иванушкин-Кундрабас. Игорь Иванушкин-Кундрабас. Сидел ко мне спиной и молча внимал моим словам. И один из ярчайших представителей нашего трупного цеха, направления. Оригинальный, уникальный музыкант, который, мне кажется, как раз-таки продолжает идею Игоря Широкова. Это Ростислав Кочетов. Труба и Фюгер Горн. Смотри, уроди и комната. Пойдет, ай-яй-яй, будет к тебе. Смотри, уроди и комната. Смотри, уроди и комната. Смотри, уроди и комната. Пока мы готовимся, я еще пару слов скажу. Мы вчера здесь собирали замечательный концерт под названием «Друзья на полчане». Это наш альбом, который мы в прошлом году записали к 75-летию Победы. Это музыка песен военных лет, времен Великой Отечественной войны и послевоенных лет. И, конечно, это было очень душевно, трепетно и тепло. И если будет возможность, приходите 12-го числа. Мы будем повторять этот проект в клубе «Эссе». Находится на Пятницкой улице, 12-го мая. Приходите. Итак, а мы начинаем наш концерт с пьесы Игоря Широкова «Анатолий Блюз». «Анатолий» — это сын Игоря Широкова. Игорь Широкова «Анатолий Блюз». «Анатолий Блюз» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это была Анатолия Блюз. Сейчас прозвучит композиция «Сон». Анатолия Блюз. 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 Анатолия Блюз.